Фу, кликбейтер! Две с половиной тысячи медалей в переход, но при этом не потрачено даже половину. Поэтому всем здарова, друзья, с вами Тим, и сегодня я записываю вторую часть перехода на ТХ-14. Ну а кто не смотрел первую часть, ссылочка будет в описании. И да, это самый масштабный, самый лютый переход на моем канале. Поэтому прямо сейчас прожимай лайкозавра, если не подписан, подписывайся, и нажимай на колокольчик. В общем-то, друзья, с момента выхода ратуши новой прошло, ну, плюс-минус недельку. Давайте сделаем, округлим. И, как вы знаете, на этом аккаунте было целая куча медалек, закупленных молотов, волшебных предметов. Ну, короче, посмотрите обязательно первую часть и поймете, на что я намекаю. Я там был немножечко в шоке от такого перехода. Ну и сегодня я тоже в шоке, потому что прошла неделька, и прокачечка вас удивит. Давайте начнем с героев. И да, сегодня ролик у нас о питомцах, поэтому я тоже этому удивлен. Хотя, чего удивляться, у него столько всего было. Он уже всех питомцев открыл, поэтому мы сегодня их протестируем. И вы увидите вообще их геймплей, на что они способны в почти Титан Лиге. В общем-то, что касаемо героев. Как вы видите, у него уже скоро будет и чемпион, и хранитель фуловый. Ну, а королеву мы в прошлом ролике почти зафулили. Ну и останется у него тупо один кинг. Я не могу себе это представить, но героев он зафулит за две недели. 20 левлов героев за две недели. Ты за меня, придурки, не держи. Это, это я не знаю, это реально спидран. Это натуральный спидран. Что касаемо дефенса, та же самая история. Адские башни уже поставлены. Сегодня я заюзаю целую кучу зелья в строителей. И они тоже скоро зафулятся. А швырятели так я вообще молчу. Ну, короче, адские, орел, швырятели, все это фул. Арбалеты, маги, это нам прокачивать все не нужно. И поэтому основной дефенс у него уже фуловый полностью. И, как вы понимаете, останется прокачать только пушки. Теслы, по-моему, тоже. Да, и все. Ловушки там, да, это все понятно. Но, как вы понимаете, блин, это фул прокачка ТХ-14 без какого-либо доната. Ну, серьезного доната. И за такой короткий срок. Это реально похвально. Я рад за Кирюху, то, что он так быстро прокачивается. Ну, и считай, скоро он зафулит ТХ-14 и будет ждать уже ТХ-15. Это нереально быстрая прокачка. И, что касаемо лаборатории, давайте сразу же покажу, что он примерно сотворил со своим аккаунтом. Как вы видите, в лаборатории он не спешит, так как у него есть книга. Но он ее не юзает, так как фармить нужно много, поэтому торопиться некуда. И, в целом, он, кстати говоря, качает так же войска, как и я в целом. Потому что переход-то я записывал. Но я поставил вчера бомберов, а он поставил дракончиков. А так у него тоже остаются мухи, дракончики и бомберы. И на этом все. А, еще хилки точно. Ну, короче, там будут уже скоро молотки. Понятное дело, что он все это зафулит легко. Лаборатория поддаться ему куда легче, чем даже герой. Поэтому это не проблема. Ну, и с момента перехода, точнее, с момента записи того ролика, у него осталось всего 408 медалек. Поэтому сегодня я их, конечно же, тоже потрачу. Но уже более с умом. Я бы, конечно, с радостью сейчас бы потратил все ресурсы и медальки. Но мне еще нужно дописать видео. Поэтому сегодня у нас тест новых животных. Я еще толком ничего не открыл. А у Кирюхи есть все. А у меня открыта только собака, которая прикидывается пекой или наоборот. Ну, короче, Лесли, как вы понимаете, вот это вот животные. В общем-то, сегодня мы их тестируем в бою почти в Титан Лиге. Хотя это не столь важно. Мы просто хотим посмотреть на геймплей. Я толком даже и не смотрел. Поэтому мне тоже будет это интересно. Ну, и небольшое вступление. Кто не знает, что такое вообще это животные. Откуда это вообще все взялось. Кто-то в шоке наверняка, потому что не играл Clash давно. Но это, можно сказать, что новая казарма, которая открывает в себе вот как раз-таки этих самых животных. И вот этого животного, которого вы открыли, вы можете направить на какого-либо героя. Соответственно, допустим, Лесли у вас может пойти на Кинга или же на Хранителя. Ну, короче, вы сами определяетесь, как вам комфортнее, так и направляете. Но я в целом сделаю, наверное, так, как было. Чтобы не ложенуть в глобаль, я решил изначально себе скинуть испытания и посмотреть на геймплей каждого животного. Как они себя ведут и что они будут делать. Возможно, кто-то не видел. Я половину из этих животных видел, поэтому показываю вам. Давайте начнем, пожалуй, с Кинга. Вот такой вот буйвол. Он вперед убегает, успевает... Ну, блин, я не знаю, оторваться, наверное, раза в 3-4, наверное, от Кинга. Потом добегает и начинает лупасить любые строения своим мощным взором. Хотя, каким взором? Рогами и головой, мне кажется. Да. Ну, в целом, ничего такое. Герой, я... Точнее, не герой, а животное. Мы же животное оцениваем, а не героя. Но, кстати говоря, с такими героями, мне кажется, эти животные нафиг не нужны. Но, кстати говоря, я бью ТХ-8, поэтому он такой живучий. А на ТХ-14-13, я думаю, он подыхать будет быстрее. Но, как вы понимаете, это профит. Профит, соответственно, это плюс к атаке. Вот. Так что, давайте забудем про Кинга и теперь уже скинем Королевку. Королевка у нас идет вперед. И позади, как обычная хилка-целительница, у нас идет Единорог. И на расстоянии подлечивает Королевку. Кстати говоря, это новый уровень Квинхила. Согласитесь, это балдеж, как по мне. Кинг у нас до сих пор с Буйволом, или как там его зовут? Живут, это, конечно, балдежно. Давайте теперь заюзаем Хранителя. Пускай подхиливает у нас еще и Королевку, помогает ей. Сова, кстати говоря, я не знаю, что наделать. Она, по-моему, просто урон наносит, да? По другим строениям тоже. По-моему, да. Да, скорее всего, так и есть. Либо же... Короче, я что-то даже и ХЗ, я не читал. Но, по-моему, урон наносит и помогает так же, как и Хранитель. Так, ну и Чемпион с Пекой. Ну, это как бы уже знакомо нам. А эта Пека тоже наносит, по сути, тоже такой же урон. А вот наносит она только урон на Дефенс. То есть, Пуйвол наносит урон по всему, а вот эта вот Пека-собака наносит урон... А не, она тоже наносит урон по всему. Или, подожди, я что-то не понял. А-а-а, или подождите, она... Что-то я не пойму, короче. Она выполняет роль чего? Она, типа, тоже помогает, как Чемпион или что она делает? Хм... Блин, мне нужно будет почитать об этом. Она, похоже, помогает Чемпиону. Ну, точнее, она помогает героям. Или что? Или как? Что-то я не вдуплил. Мне нужно было просто нажать на каждого животного и почитать о нем информацию. Что касаемо Единорога, действительно, он идет за героем и подлечивает его. Все тут просто. Могучий Як, оказывается, еще и наносит дополнительный урон стенам. Я только об этом узнал, не читал о них вообще ничего. Электростава действительно наносит урон на ближайшую цель. Ну, то есть, тут ничего необычного. Ну, а вот насчет Лесли или Лесси... Я так и не понял. Вроде бы как она просто атакует цели. Но при этом тут написано, что она самая верная. Соответственно, у меня бил чемпион какой-то Дефенс. И она бросает то строение, которое била. И помогает чемпиону. Ну, и плюсом она еще и перепрыгивает через стены. Ну, вот и все. Я пошел в глобал. Нашел вот такую вот базу. Тут есть по 800 тысяч и 9 тысяч Дарка. Надеюсь, что я тут дико не лажану. И атака у меня все же удастся. Так что давайте начнем уже, пожалуй. Так, тут область. Давайте почистим. Ай, блин. Криво скинул. Уже начались фейл атаки. Ну, короче. Нам самое главное сейчас почистить хорошо угол. А потом мы уже залетим Квинхилом. Я как понял, это гибрид у нас обычный. Все миксы, которые у него были в лагерях, я буду сегодня использовать. Хотя у него только гибрид. Поэтому сильно не удивляйтесь. Так, давайте так же. Ай, блин. Тут такая садырка была. Капец, он убас, конечно. Пробил стену, где это не нужно было делать. Блин, блин. Нам бы надо было в центр бы зайти, конечно. И убрать орла. Но похоже. А нет, кстати, получается. Давайте рейджик приготовим. Я думаю, что с КК потрачу рейджик. Или же не нужен. Хотя нет, дальше уже, наверное, понадобится. Тем более королевка пойдет в центр. Ну, давайте я заранее тогда вот так вот скину. Чтобы она залетела. Там целую кучу всего унесла. С этой стороны давайте закинем Кинга, наверное. Также поможем колдунами. А, туалет давайте еще скинем. Точно. У нас же туалет есть балдежный. Вот это я понимаю. Вот это мне надо. Так, а тут еще у него есть и адская башня. Лишь бы королева сейчас... А, уже на Кинге загорелась, да? Но у нас есть фризик, поэтому делаем вот так. Кстати, пошел у нас уже чемпион. Ой, чемпион, говорю, хранитель. Капец, как же я давно не атаковал гибридом. Вы просто не представляете. Ладно, пошли еще и Хоги. Пошел чемпион. Пошел у нас фриз. Ой, фриз. Какой ф... Кого просто? Просто мега комментатор. Вот реально мега комментатор. Я так давно не играл на таких ратушах. Такими миксами доморощенными. Вы не представляете. Я уже даже путаюсь, что тут кого. КК не было учила. Это нам, конечно же, поможет. Давайте прожмем, наверное, чемпион. Понимаю. Прожмем хранителя, при этом прожимаю. Ну ладно, понял. Проехали. Комментирование на уровне, как всегда. Тут как бы от меня этого нет. Не убрать. Понимаю, понимаю. Ну, в целом, атака мне уже нравится тем, что я вроде бы как не лоханулся. И уже результат беру относительно неплохой. И, кстати, чел-то у нас не такой уж и слабый, я вам скажу. У нас есть еще один фриз, так что давайте вот так вот его как-то заюзаем. Возможно, рановато, но у меня есть еще один фриз, поэтому я и не парюсь. Тут сделаем вот так. Ну, короче, уже остатки давайте докидаем. Все, что осталось у нас, так как я вижу, что здесь вроде бы будет трешечка. Итого, из животных у нас остается только сова. Единорог, к сожалению, погиб. Что там еще? Ну, по-моему, все погибли уже, да, получается? Ну, вроде бы, вроде бы да. Или нет? Ну, остальных я не вижу. А, нет. А, да, 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 да. Все погибли. Понимаю, понимаю. Ну, у нас остается только яд, но в целом атака сама по себе мне понравилась. Извиняюсь, конечно, за такое божественное комментирование. Я просто на ТХ-14 не играл уже миллиард лет. Фул ТХ-14, конечно, будет бить тяжелее. Я до этого бил прокачку, по-моему, не фуловую тренажку. И тут такая же история. Либо же это фуловая, не знаю. Но у меня фармикс, поэтому тому результату, который у меня был, я доволен. Ну, а тут я уже ни на что не рассчитываю, потому что база сама по себе сложная. И что-то мне подсказывает, что здесь ничего годного такого я не сделаю. Так, давайте, ладно, хилочек скинем. Также давайте пробьем стеночку, наверное. Три бомбера у нас полетело. Подчищать пока нечего. Королевка у нас заходит в центр. Кстати, КК я что-то... А, КК с другой стороны, зараза. Так, а мы можем проверить, кстати говоря, КК я что-то изначально этого... Угу, понимаю. Осуждаю, понимаю. Так, нам придется два рейджа, да, тогда потратить, чтобы завалить КК еще. Блин, мне бы Адскую завалить. Пожалуйста, этот... Королевка, пожалуйста, Адскую. Как бы вот это вот Адскую, да. Адскую, пожалуйста, вот эту. Вот, ладно, понял. Чемпиона скинем давайте. С этой стороны пускай у нас пойдет Хинг уже. Чемпион вроде Адскую должен забрать. Но, блин, что-то хилочки, конечно, погибли. Надо было до этого еще скинуть чемпиона, я считаю. И из-за этого, конечно, слив атаки получается. У нас нездоровый. Ладно, пошли у нас еще Шахтеры, давайте. Хранителя, возможно, рановато скинул, я понимаю. Блин, еще и чемпион уже поражался. Это, конечно, Бонан. Ну, да ладно, как бы. Так, давайте тогда еще вот так вот сделаем, наверное. С этой стороны туалет скинем. Не знаю для чего, просто чтобы был. Так, хил пошел, соответственно. Королева у нас сдохла. Прожимаем Кинга. Фриз давайте на центр скинем. Ну, тут атака фейловая получилась. Столько косяков. Это просто капец, я не знал, как выходить с ситуацией. В итоге получилась фейл атака. Ну, да, давайте уже тогда закидываем. Сейчас я еще раз фриз закину в центр. Ну, да, первая атака была мега успешной. Вторая атака уже фейл. Я хоть и как-то выходил с ситуацией, сейчас хотя бы постараюсь ресурсы немножечко подзабрать. Если, конечно, выйдет, будет круто. Прожимаю хранительно, потом это будет уже не нужно. Сова у нас тоже погибла. Ну, короче, атака фейл. Ну, ладно, бывает что, зато первая атака неплохо получилась. В целом, мне сейчас нужно было просто посмотреть на геймплей животных. Трешки брать было не обязательно. Но было бы приятно, конечно, если бы я этого челика тоже забрал бы на 3 звезды. Но, к сожалению, не по моим ручкам кривым. Тем более, гибридом я не играл миллиард лет. И, как я понимаю, эта база не очень подходит под гибрид. Хотя она вроде квадратная, и гибридом тоже можно было бы забрать. Но, ладно, проехали, проехали. Все, можно завершать. Звезду взял, этого достаточно. Бонус, конечно, не выформлю, но он этим займется чуть позже. И, тем временем, у меня уже 19 миллионов в хранилище эликсира. Но мне этого более чем достаточно на то, что я сегодня запланировал. Точнее, это запланировал вчера еще Киря, но он мне сказал, что это можно сделать в видео. Поэтому давайте поставим уже на предфулловый левел хранителя. 14 миллионов 800 тысяч это стоит у нас. И, соответственно, предфулл чемпион 252 тысячи. Ну и после этого мы не тратим книжицы. Книжицы у нас пойдут уже на Кинга, скорее всего. Мы тратим зелье стро... Ох, блин, нифига себе сейчас был бы фейл. Мы тратим на... Ну, как бы зелье строителя на прокачечку. И, соответственно, еще и покупаем вот эти вот баночки. На 400 медалей. Он посчитал, вроде бы это 18 зельев. Поэтому все ливаем. И плюсом ко всему у него еще и прокачиваются адские очень ускоренно. То есть, мало того, что он качает героев, так еще и дефенс ускорена. Поэтому я считаю, что это умная трата медалек. Такс, еще, еще. И последний раз потом 3 закуплю. Этого будет достаточно. Потом общее время уже посмотрим, насколько времени я забустился. Транжирим, транжирим. Все. И давайте последний закуп делаем. И все. Теперь-то официально переход завершен. Медальки все потрачены. Волшебные предметы, конечно, еще не все потрачены. Но он все потратить из принципа не сможет. Потому что некоторые из них уже просто не нужны. Бац, бац и все. На этом, пожалуй, медальки у нас потрачены. Так, где у него строители какие-либо? Строители, что-то я слепой. А, не в центре у него. Окей, тогда нажимаем на строителя. И в итоге 18 часов, вы прикиньте. Ну, он так посчитал, вроде бы говорит, за 2 дня вроде герои вкачаются. Хотя, за сутки, наверное, да? По идее, завтра освободятся. Так-то, если 17 часов, они уменьшают 7,5 дней. Соответственно, герои завтра завершатся с утра. Или ночью, да. Ну, блин, это очень быстрая прокачка. В общем-то, господа, ролик будет у нас завершаться. Как вы видите, аккаунт очень быстро прокачивается. И скоро он будет фуловым. Так что ставьте миллиард лайков. И скоро я запишу уже итоговую прокачку. Этого аккаунта. Возможно, он реально уже к концу месяца этого зафулится. Всем удачки, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok